Активно ведутся работы по строительству автомобильного моста через Клязьму в микрорайоне Соболевка. В данный момент происходит заливка одной из двух опор моста на правом берегу. Именно на них потом и будут установлены вот эти металлические пролетные конструкции. Активность на стройплощадке сегодня радует, хотя всю масштабность проекта не специалисту оценить непросто. Напомним, на начальном этапе строители выполнили огромный объем инженерных работ, перенос электрокабелей, сетей газоснабжения, трубопроводов водоснабжения, а также скорректировали русло ручья Паныри. И эти мероприятия еще продолжаются параллельно возведению собственно моста. Для этого в берега Клязьмы было вбито порядка ста буронабивных свай. Они стали основой для сооружения монолитных бетонных опор, так что на правом берегу почти готово, строители приступили к монтажу левобережной части. На стройплощадку уже привезли элементы пролетной конструкции, которые сейчас также подготавливают к установке. Когда пролет моста установят на опоры, остальные элементы будут монтироваться гораздо быстрее. Глава района Алексей Валов проинспектировал стройку и еще раз отметил ее значимость и важность. Все расчеты специалистов показывают, что мост значительно улучшит транспортную логистику в центре города. По мосту оптимизм как бы не иссягает. Я думаю, что установленные строки мы воздадим. В четвертом квартале, как и положено, 19-го года мост будет в заново эксплуатации, и по нему пойдет уже транспортный поток, который значительно нам поможет разрулить ситуацию по Пролетарскому проспекту, по этому сложному нашему перекрестку за Речной и Талзинской. И еще один вопрос, который очень интересует жителей Щелково. Когда откроют для проезда автотранспорта улицу Фабричную? По словам главы, специалисты по безопасности дорожного движения скорректировали первоначальные планы. Зимой открывать ее нельзя. Мы выходили из комиссии по безопасности дорожного движения, пришли к поводу, что не будем открывать в зимнее время. А весной, да, где-то, я думаю, апрель-май откроем. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!